У нас в гостях Игорь Бузанов, канал Бородач ТВ. Всех рад приветствовать на нашем канале. Сегодня я буду задавать вопросы Игорю. Для начала узнаем, кто он и зачем, в принципе, он пришел. Зовут меня Игорь, да, как вы уже представили меня. Я работаю в школе, мне всего лишь 24 года. Работаю уже третий год. Получаю сейчас, продолжаю высшее образование, получаю магистратуру по специальности организации работы с молодежью. И преподаю в школе истории и общества знаний. Так что основная моя работа – это вкладывать знания, перекладывать опыт, чтобы дети впитывали что-то новое в нашем мире. Скажи, пожалуйста, а ты преподаешь детям в начальных классах или это… Преподаю с 5 по 11 классов, вообще, у детей истории и общества знаний. Большей степени историю, то есть делаем упорно на… Российскую историю, да? Ну, там с 5 по 11 класс, там, как и всеобщая, ну, мировая история, да, так и история России. То есть и та, и другая, естественно. Мы не вычленяем, да, одну историю. Вот. Мировая история, она тоже нужно знать. Да? Потому что многие не знают, например, когда Вторая мировая началась. Это про меня сейчас говоришь? Ну, не знаю. А вы знаете, когда? Решил меня подколоть. Хорошо. На моей же передаче решил меня подколоть. Сейчас. Так все было запланировано. Что, готов? Да. Да. На самом деле мы продолжаем. Да. Хорошо. Все пишется, если что. Хорошо. Слушай, расскажи о своих увлечениях, достижениях. Ну, я занимаюсь активно еще общественной полезной деятельностью, как я это называю, ну, и как принято это называть, в принципе, да, у нас в нашей стране. Помогаю молодой гвардии Единой России, это непосредственно там состою. Зря сказал, да, чувствуешь? Да. Вот. Но, тем не менее, как бы, я не могу сказать, что я прям в политике какой-то, да, просто вот непосредственно через эту помощь, да, я и себя тоже реализую. То есть, мне нравится помогать, как бы, людям в организации мероприятий, да. Ну, вообще, при встрече там люди радуются, улыбаются, когда там с ними начинают взаимодействовать как-то, Это как в школе, так и вот на каких-то различных мероприятиях, да. Вот. Чуть поподробнее смотреть. О каких мероприятиях сейчас идет речь? Может, люди поняли? Ну, вот, например, если из последних, то… А что у нас было из последних? Ну, так и не забыл. И не вспомнишь, да. Ну, вот была конференция, например… Так, давай по-русски. Что за конференция, а о чем она самой главной? Конференция была, это как итоговая работа, отчет. За год партии. Вот. Нам не будем партии. Не будем. Нет, ты подожди. Подожди. Мы все прекрасно знаем, что нам продлили пенсионный возраст. Да, да, да. Продлили. Ну, я этот вопрос не решал, поэтому я не могу, да, за это как-то отвечать. Вот. Ну, а ты поддерживаешь это решение? Пенсионный возраст? Да, да. Ну, со стороны государства, наверное, да, это необходимая мера, которая нужна. А с чем связана? Связана с кризисом. С чем? С кризисом. Подожди, а кто нас в кризис ввел? Это хороший вопрос. Вопрос как вопрос. Ну, посмотри, получается, что на сегодняшний момент есть партии, которые занимают лидерские места, да, то есть, и, соответственно, от их решения, да, зависит в целом вектор развития нашего государства. Как политическое, там, да, направление, так и экономическое. То есть, получается, мы, чтобы не принимаем решения, да, то все принимают другие люди. Поэтому я считаю, что ответственность ни с кого нельзя слагать, или как правильно? Снимать. Снимать. Да. Нельзя ни с кого ответственность снимать, и, соответственно, надо, я считаю, что в ответственности еще и ты млекать. Вот это дело. Ну, я не то, что там что-то конкретно намекаю, я говорю просто мысли в слов, как говорится. Вот. Это немножко печально. Что-то свеварил. Да. Ну, я... Слушай, меня бы спросили по поводу пенсионного возраста, мне все равно. Все равно? Все равно, да. Ты знаешь, вот не все до конца понимают суть происходящего, но я, например, против вообще каких-то пенсионных отчислений. А с той позиции, что все-таки я занимаюсь бизнесом, да, и так пришлось считать свои финансы. Соответственно, и я считаю, я и распоряжаюсь. Ну, то есть, у меня вот такой принцип. То есть, отдавать кому-то, там, 20 процентов своего дохода, да, не 20, то есть, точнее, там, уже около 30, 13 плюс там 22, то есть, получается 35 процентов, да, отдавать своего личного дохода кому-то для того, чтобы там у меня где-то что-то было. То есть, я вот этого, конечно, против, да. Люди должны полностью самостоятельно распоряжаться своими финансами. Поэтому, если меня бы так спросили, я бы так и ответил. Я бы считаю, что, в целом, надо, наверное, просвещать людей с этой позиции, да, но, опять же, если государство взяло предварительно какую-то ответственность, она, по идее, должна ответственность и не снимать себя, а нести. А те люди, которые так себя ведут, высказываясь, там, да, то есть, они, конечно, должны быть, не сказать, ой, не будем говорить. Ну, ладно, мы сегодня собрались не по политическим вопросам, а решили разобрать тебя по запчастям. По запчастям, да. Тут написано, что ты профессиональный танцор и преподаватель ElectroDance Dubstep Digital, да? Dubstep, именно так, да. Что за страшные слова ты сейчас только что написал? Ну, это страшные слова, которые, ну, миру танцев они знакомы, да, может быть, кто не занимался, не увлекался танцем, может, они, конечно, не знают. Вот, ну, когда-то... Ну, это, понимаете, быстрые шаги там, да, что танцуют, быстрые шаги или что? Как такое? Ну, вообще, вот, значит, Electro, да, это вот когда-то еще люди, ну, люди знают все это как тектоник, я думаю, тоже вы это слышали. В 2007 году это появилось во Франции, потом дошло вот до нас. Ты что, сейчас у меня в пенсионирус писал? Почему? В этом слышали? Нет, я имею в виду, что люди все, вот, если ElectroDance, они не знают, если говорить тектоник, все-таки, ааа, это это, комаров там разгоняет, они это знают. Да, вот. Ну, там, крутят руками и сестра, ну, это комаров разгонять. Ну, так стебались, да, над нами, как бы. Ты что преподаешь, да? Вот, вот, да, вот я как раз к этому моменту иду, что вот я начал увлекаться этим вот в школьное время, когда я учился в школе, и мне уже даже посчастливилось в то время начать преподавать это. Вот, а преподаванием, ну, к сожалению и к счастью, да, оно довольно быстро у меня закончилось, потому что пришлось посвятить себя учебе, да, надо было завать экзамены, и, ну, преподавание, ну, как бы, таким образом сошло на нет, вот. Вот, и, ну, по настоящее время я еще увлекаюсь этими танцами, да, Dubstep Digital Dance, да, 3D, еще называют иногда этот танец, я, например, открыл для себя несколько лет назад всего, и иногда пробую, то есть, когда есть вдохновение, я танцую, вот так скажем, да, вот, записывал прошлым летом, которое было в 2017 году, в последний раз, вот, вот, свои танцы, вот, я записывал видео, да, выкладывал это в сеть, там, на своей страничке ВКонтакте. Сколько дизлайков собрал? Дизлайков там нельзя ставить, да, и поэтому нисколько не собрал. Ну, я классно танцую. Видео прикрепим. Я классно танцую, поэтому дизлайков там не поможет. Дизлайков там не поможет. Дизлайков, да? Да, я уверенный танцор. И ничего не мешает? Нет, не мешает, ничем абсолютно. Слушай, что за этот, ты, кстати, руководитель проекта, да, ученического самоуправления? Да, вот, самоуправления в школе номер шесть, да. Это, значит, там, чем мы занимаемся как раз-таки. Уже это вне учёбы, естественно, происходит, да. То есть это дети сами активные, которые готовы чем-то интересным заниматься, развиваться, не только предметной, да, деятельностью. Не только курить за углом? Не только курить за углом, да. Кстати говоря, меньше стали курить. С чем сейчас? С тем, что я тоже бросил курить. Ну нахер. Слушай, я никакой взаимосвязи не проследовал. Ну ты видел? Слава Богу, на самом деле, как-то, мне кажется, пошла движуха в отношении детей, что это российское движение школьников появилось. Кто инициатор? Инициатор? Владимир Владимирович. А, да? Да. Вот, серьёзно, сразу надо. Да. Поэтому, ну, с одной стороны, это хорошо. Кто-то говорит, что это пионерия, да, но мы не будем вдаваться, да, это не наша тема сегодняшняя. В общем, в результате, да, в результате, вот, дети, да, получают опыт. Я проходил то же самое в школе и был руководителем, точнее, я был главой совета старшеклассников, учаясь в одиннадцатом классе. Вот, и тоже вот, благодаря хорошему руководителю, я выиграл грант, вот, как раз по танцам, связанный на реализацию до этого проекта моего. У меня был проект областного уровня «Бросай курить» и начинаю танцевать. Вот, да. Да, потому что я тогда тоже курил, а потом бросил курить. Курящий танцевать? Да, в школе, в школе я курил, да, бросил и начал танцевать. И я подумал, вот оно. Слушайте, как представлю, как ты куришь и танцеваешь. Нет, ну я так никогда не делал, чтобы я одновременно, да, это и другое. Слушай, это бы видео больше лайков собрало. Безусловно, да, потому что негативным примером, как правило, заразительным больше, чем позитивным, к сожалению. Вот, значит, и дети под моим руководством, вот, завоевали уже несколько, да, таких хороших побед, я могу сказать, не могу. Не буду стебать, что ли? Да, тут 13 бат, тут нельзя стебать уже, да, вот. Мы выиграли единство, у нас один, ну, может, из двух-трех, на Ленинградской области есть кабинет психологической разгрузки в школе. Вот это поворот! И это благодаря детям, да, и благодаря чёткому руководству. Слушай, как попасть в этот кабинет психологической разгрузки? Чувствуешь, что пора. Не, ну, на самом деле, дети, да, приходят на переменки, отдыхают. Ну, тяжело сейчас, тяжело, дети. Слушай, почему у меня не было такого, когда я учился? Я бы сейчас разгрузился пару раз. Ну, как-то, не знаю, не нашла, наверное, систему. Слушай, я так понимаю, под эти конкурсы финансовые какая-то была? Да, это город испечает деньги, да. Город? Город, да, это городской конкурс. Наш конкурс? Есть идеи, да. Сновоборский? Да, да. Город Сновобор. Хотелось бы, чтобы их в другой город. Не, ну, такие конкурсы, они, как бы, вообще проводятся. Дважды? В смысле, дважды. Нет, мы дважды, один раз мы стали, вот один раз я сам лично выиграл, ну, то есть я, моя команда, когда учился в школе. Сколько? 60 тысяч. А сколько, подожди, сколько было людей в команде? Нет, так там не каждый, там деньги-то не давали нам, вот конкретно, на руку, да? Нет, это выдавался под проект. В конверт? Да. Ну, что вы? На расчетный счет, да? Все это через бухгалтерию, все официально. В конвертах. Вот. Первый год, когда я пришел работать, уже именно стал руководителем, сразу мне директор как бы предложил, я говорю, ну, естественно. Что получилось с этого проекта? Ну, вот вы выиграли, да, то есть вы получили денежные знаки. Что в итоге вы реализовали? То есть вот у вас была идея, вы ее доказали, там, защитили, скажем так, что она нужна? Правильно, да. Ну, вот это. Когда я еще учился, да, в этом проекте? Да. Которые, да? Вот. Ну, мы, ну, как мы, да. В общем, школа реализовала этот проект, да, сделали гимнастический зал. Это в шестой? Да, да, в шестой. Вот. Благодаря чему, там, дети, да, теперь занимаются гимнастикой, там, ритмикой и так далее, да. То есть... А благодаря вам, то есть... Да. Не совсем, конечно, получилось то, что я хотел, да. Ну, и плюс это был одиннадцатый класс, я ушел уже, да. То есть я, можно сказать, не застал, да, нормальное функционирование прямо этого проекта, да. И мы не смогли дальше раскрутить уже. Вот. Но, тем не менее, все-таки получили там очень здорово. И поэтому детей активно, да, вот сейчас мы тоже вот зазываем у нас в школе. Вот. Ну, как-то сейчас меркантильный интерес, который у всех появляется. И дети, ну, даже дети говорят, а что нам с этого будет? Ну, слушайте, за другой стороны, новый труд должен быть оплачен, да. То есть, ну... Тут такой маленький момент, а чего вы умеете делать, ребят? За то, чтобы вам заплатили деньги. То есть вы же не специалист, а у вас нет никакой квалификации. Это первое, да. Плюс школа коммерческая организация, да. Опять же, надо за вас нести ответственность, да. То есть обучать у вас технике безопасности. Смотреть, что было бы нюансов. Да, много нюансов. В итоге, ну, ваше время не ценится, да, получается? У детей. Ну, получается, так. В смысле? Ну, то есть, когда дети спрашивают, что нам будет с этого, да, то есть они, получается, не учитывают ваше время затраты, там, да? А, ну, некоторые, да, можно сказать, что дети так реагируют, да, что, ну, если у меня ничего с этого не будет, то я участвовать не буду. Вот. Много детей, конечно, идет с откликом, да, в душе. Ну, как-то они хотят что-то сделать интересное, потому что, ну, дети, они сейчас, ну, равные участники образовательного процесса вообще. Вот. Поэтому они тоже могут приложить руку к тому, чтобы развить школу, да, развить формы проведения уроков. А с какими деньгами уроки есть? Мне проще разговаривать, в каком возрасте? То есть и какой класс такой более-менее гибкий, я бы сказал, ну, в плане каких-то идей, воплощения этих идей? Гибкий, наверное, ну, начиная класс вот. С пятого, седьмого, да? С пятого – это у которых прям прут идеи одна за одной, но с седьмого уже более отфильтрованные мысли, да, более понимающие, скажем так. А какой возраст? Какой? Седьмого класса? Да. Получается, ну, лет тринадцать, четырнадцать. Нет, тринадцать-двенадцать. Тринадцать, да? Вот. Ну, у меня, в принципе, я с пятого по одиннадцатый класс работаю с ними, поэтому, ну, язык в роли со всеми находится. И с родителями, и со всеми нормальными. Вот. Поэтому сейчас мы тоже активно вот проводим такую агитационную работу, да, чтобы дети вступали в совет, да, активы школы, потому что, ну, если мне интересно, то никто и не будет заниматься этим. Каждый, да, должен быть. Угу. Я понял. Какое-то действие делать. Чай можно выпить, это потом вырежется. Не уверен, конечно. Главное, ты не чавкаешь, когда пьешь чай. Потом просто трудно вырезать, на самом-то деле. Так. Что получается? С двенадцати лет, да, ты увлекаешься восточной философией. Что это такое? Восточной философией, да? Ну, это... Подожди, русской не хватит. Русской, как бы... Русской мало, да. Русской мало и не зашла. Да. Русской мало и не зашла. Ну, вообще, я себя, ну, открыто признаю, вот, поскольку... Я тебе тоже открыто признаю, что это. Хорошо. Да, дальше мы придем к тому, что я занимаюсь life-coaching сейчас, да. Так, по-русски сразу же. Да. Не все люди понимают. Life-coaching, да, это, то есть, тренер, наставник жизненного роста, жизненного, ну, какого-то развития потенциала личности, да, то есть, развития, именно, вот, внутреннего, да, чего-либо. То есть, убеждений, ценностей, корректирования характера. В общем, воспитания каких-то людей к качеству, да, которые помогут им в это решение. Да, которые им не хватает, они говорят, ну, вот, не надо, да, и вот, как раз тут появляюсь я. Вот, я говорю, без проблем. Давай по поводу философии. Да, по поводу философии. Вот, как раз, в чему я вел, да, что, вообще, ну, в детстве я был довольно, ну, агрессивным ребенком, я вот так считаю. Дрался, да? Смотря сейчас, да, со своей позиции возраста, я считаю, что я был агрессивным, да, я много дрался, и, как бы, и меня, там, не знаю, задевали, как-то, и так далее, и, ну, приходилось драться. По-другому, к сожалению, никак тут не понимаю, да, дети? То есть, ты был хулиган, да? Нет, я был со временем мальчиком. Не, ну, подожди, ты уже дрался. Об этом мало кто знал. То есть, ты сегодня, вот, прямо сейчас вот взял, и я говорил о том, что ты дрался, да? Да. Ну, а что сейчас, всем? Нет, это нормально. Не без греха. Вот. То есть, ну, как философия? Вот я и говорил, да, и говорил, вот, как раз, что в один прекрасный момент, вот, как раз, я вот так анализировал, примерно, вот, лет 12, ко мне пришло такое сознание, что ли, может, он, не знаю, рано как-то, может, он неправильно, но, тем не менее, именно, вот, появилась точка, вот, это, личностного роста, когда я понял, что, что-то мне не нравится в себе, да? Как раз, может, переходный возраст, начиная с подросткового, вот, это, да? И происходит формирование человека, личности, да, уже взрослого. Вот. И тут попадается вот книга, вот, вот такая. Сначала мне, там, один знакомый ему подарил книгу про Брюса Ли. Вот. Вообще, мне нравилось очень вот эти восточные единоборства. Я любил очень фильмы с Брюсом Ли, с Джеки Чаном. До сих пор вот, люблю пересматривать. И вот, как-то, они меня затянули. Я подумал, хочется мне узнать, а как они мысли? Какой фильм тебе вот, ну, вот именно, больше зашел, да, то есть, который на тебя сильно повлиял? Я так понимаю, понятно, что, ну, вот, если с Брюсом Ли, то, наверное, это башня смерти, вот. С Джеки Чаном, я не знаю, с Джеки Чаном очень много фильмов, и даже вот так не скажу. Наверное, «Доспехи Бога», вот, который я один из первых, наверное, посмотрел. Вот. И понял, что мне хочется узнать, а что это за люди такие, да? То есть, как бы, добро должно быть с кулаками, да? Да. Не просто, где попало. Да. И я занимался рукопашным боем, и тоже у меня были… Один раз было из-за этого, скажем так, проблемы, когда я распустил руки… Когда 15 лет? Ну, это было до этого, незадолго, да? Тренер мне, естественно, высказал много чего хорошего. А чем ты именно занимался? Рокордо. Рокопашный бой, ДК там. Как называется еще? Рокордо. Он до сих пор в секции существует, насколько я знаю. Вот. И мне попало, потому что позвонили, прямо сказали, что вот, Гузанов такой есть, руки отпускает. Вот. Ну, естественно, и… А я очень уважал и тренеров всех, и вообще само это искусство, мне это очень нравилось. Я прислушался, да? И потом вот это постепенно-постепенно увлекался, начал находить книги какие-то, да? Вот Брюса Мали книга была, но там книга была не о философии, там была именно тоже вот эта вот борьба. Вот. Потом попросил у родителей, они мне там купили книгу, что-то связанное там с буддизмом, вот с таким вот каким-то учением. Я начал читать, увлекаться, меня это очень сильно затянуло, и, ну, начинал осознавать, что вот эта агрессия, она мне мешает, да? То есть ее нужно убирать. Плюс как-то смотрю, другие тоже дети агрессивные, и вот получат агрессию на агрессию, когда ложится, да? В итоге мы все в негативе в этом живем. Вот. И тогда уже начал осознавать, что мне так не нравится жить. Сейчас я хочу по-другому. Можно вывести? Конечно. Конечно можно. Вывести. Нужно? Нет. Не нужно. Ну, вывести можно любого человека, да? Я думаю, даже самого великого монаха сразу можно вывести себя. Уверен просто. Ну, не бывает так, что нельзя вывести человека. Не бывает. Мы люди, да? В этом-то наше основное отличие. Мы не роботы, да? У нас нет программы. А мы люди, мы что-то чувствуем, мы что-то испытываем. Поэтому, естественно, бывает так, что можно вывести. Вот. Но я это стараюсь контролировать, естественно, сразу, да, рефлексировать, чтобы потом в дальнейшем этого не было. То есть как-то отрабатывать этот момент сразу. И вот так и так начал увлекаться какие-то закономерности выявлять в своем поведении, да? То есть как бы начал себя развивать в этом плане. И постепенно, вот, да, вот, в 24-м году, можно сказать, я понял, что вот у меня есть определенный багаж, да, знаний уже, можно сказать, каких-то проб и ошибок. И я хочу об этом рассказать людям, да? То есть сейчас, ну, много вообще таких, естественно, людей, там, психологов, да, консультантов и так далее. Вот. Но не всегда они настоящие, да, есть очень много уже консультантов. Вот. Я такой больше все равно верю в добро, как-то справедливость. И мне хочется вот прям позиции, я понял, что я хочу вот хотя бы таким способом, но делать мир лучше, да? Вот. Естественно, начиная с себя, вот я себя вот постоянно стараюсь, да, совершенствовать. Вот. То есть читать литературу определенную, да? То есть на поведение непосредственно отрабатывать на своем. То есть если, там, вывели эмоционально, там, или разозлился, потом подумать, почему я так сделал? А что мне это дало, да? Вот сейчас я счастливый человек, нет, а почему? Как нужно было поступить, да? То есть эта рефлексия, она дает хорошие потом плоды улетать. Вот. Как снимаешь стресс? У него нет. Сильное заявление, да? Да-да-да. Оспаривать его не буду. Ну, я его стараюсь не допускать. Если можно, я скажу, может, вот последний раз, когда было такое прям сильное что-то, что не давало спокойно, да, жить как-то и радоваться. Это в том году у меня была определенная нагрузка, там, больше, нежели, чем обычно, ну, по работе. Школе? Да, тогда в школе. И не получалось справляться эмоционально. Я понимал, что я прихожу, и когда я работал грузчиком, я уставал не так сильно, как я работал в школе. Я прихожу, все, я вот так, я не могу ничего делать. Я думаю, ну, это не порядок. Я через год выгорю и уйду куда-нибудь просто. А я не хочу, мне нравится работать с детьми, и вообще, ну, мне нравится эта работа. Думаю, надо как-то меняться, что-то делать. Нет, не так. Вот. И в один прекрасный момент я осознал, что надо отпустить, посмотреть по-другому, да. Все инструменты я не буду рассказывать. Но это получилось, и все. И я хожу, вот, улыбаюсь по школе, да, и мне учителя, коллеги… А он не курит, да? Да, да. Говорит, а он не курит, поэтому улыбать надо. Да, нет. А он говорит, что ты все улыбаешься-то? Я говорю, а что, плохо, что ли? Ну, вы же кабинеты от психологической разгрузки есть. Все хорошо, все прекрасно. И вот многие даже люди, взрослые, вот, которые у нас есть на работе, ну, и вообще, в принципе, даже мои знакомые говорят, что ты постоянно улыбаешься. Надоел уже. Я говорю, ну, а как не улыбаться-то? Жизнь прекрасна. Да, то есть мы меняем все равно. Вот это уже избитая фраза, но позитивное мышление никто не отменял. Да, и оно дает тоже свои планы, дает свою эффективность, свое качество. Вот. И я говорю, ну, не улыбайтесь. Вас я не заставляю улыбаться. Если вы не хотите радоваться жизни, то, пожалуйста, страдайте. Ты будешь улыбаться. Просто, знаете, вот бывают же часто люди, да, вот они в школе это тоже очень часто. Мне еще и мама рассказывала, она у меня была педагогом одно время, рассказывала, в общем, что вот люди такие уже постарше, они любят жаловаться, да, что, например, вот там денег мало, надоели, эти надоели, эти надоели, все надоело. Причем это просто так, это ни к чему не подкреплено, это просто ты мимо шел, с тобой зацепились, поздоровались и начали рассказать про свою жизнь, когда ты даже не спрашивал, да, об этом. И вот это все льется, 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 а человек-то, он что, который не обладает нужными инструментами, он пропускает это через себя и начинает об этом задумываться, и эта мысль начинает его угнетать. Ну и, соответственно, что мы на выходе получаем? Человек негативно настроенный. Если мы говорим про учителей, то он после этого разговора идет негативно настроенный на урок, да, и в итоге дети потом, они от учителя очень сильно заражаются настроением, да, это ключевой момент, получают тоже негатив. И так же и с людьми, везде так действует, да, нам кассир нагрубил, мы это воспримем на свой счет, а может до этого, ну, может его там на работе отругали или еще что-то, а может у него там собака умерла или мама заболела, да, всякое же может быть. Мы же об этом не думаем, мы сразу начинаем в ответ злиться, да, и негатив вот этот, мы нужны искорения. Слушай, а нужно это людям? А как без этого-то? Не, ну вот подожди, это ты так считаешь, что это нужно. А нужно ли самим людям то, что ты им предлагаешь? А, ну, то есть научиться этому, да, да. И я считаю так, что, ну, навязывать и насильно это насаждать нельзя ни в коем случае, да, вот, поэтому, ну, я придерживаюсь демократических методов и в работе, и вообще в жизни, да, поэтому, если это человеку нужно, он сам понял, что, ну, вот он сидит дома и думает, ну, что-то мне не хватает, вот, вот, как-то вот не понимаю, за что меня ругают там или еще. Или вот опять на эту работу, да, вот, ну, мы все знаем эти фразы, все с ними знакомы. Тогда, естественно, ему это нужно, да. Как, знаете, вот, особенно у нас это в русском обществе, сейчас уже немножко меняется, слава богу, парадигма, это осознание, но это тяжело, потому что у нас не принято обращаться, да, к психологам, у нас это как-то зазорно считается, вот. Вот, а если мужик обратился, так это вообще все, это уже не мужик, это тряпка какая-то, да, вот, это среди моих знакомых, например, это все, есть такое твердое убеждение. Нет, ну, мы с супругой ходили к психологу. Вот я и хочу сказать, что... Нет, нам просто предложили сходить, пообщаться. В рамках определенного проекта пригласили в тестовом режиме, мы не отказались. Вот я и хочу как раз сказать, да, в защиту вот новой парадигмы, да, что вот человек, который сидит, просто сидит, вот он расстроенный чем-то, да, но при этом ему нравится быть расстроенным, да, ему нравится позиция жертвы вот такая. И он критикует просто остальных, да, и говорит, ой, да что ты пойдешь-то туда, зачем, ты что, слабак, что ли, ты что, не мужик, ты не можешь сам разобраться. Вот я сам сталкивался вот со своими, мои знакомые, товарищи, так говорили у меня даже, когда я начал заниматься вот этим. Вот, и человек, который сидит, также критикует, настроенный негативно, но при этом он не стал вот эти стереотипы, да, принимать на себя и пошел обратился к человеку, да. Это не значит, что он ущербный, да, это вообще ни разу этого не знает. Это значит, что как раз-таки он, когда обратился, он уже вырос. У него просто есть потребность в этом. Он уже вырос в два раза больше, чем вот этот человек. Все это, на самом деле, мне кажется, проще у человека появилось, когда потребность, с ним намного легче и проще разговаривать. Ну, это да, да. Тут согласен в плане того, что нет смысла обращать на чужое мнение, оно абсолютно лишнее, скажем так. Да. И, скажем так, не по существу, не относится именно к человеку, а, скорее всего, сам тот индивидуум, который говорит, что не ходи туда, да, то есть он просто, наверное, чего-то боится. Признаться самому себе, в том, что действительно, чем-то страдает. Это имело, в принципе. Так, сейчас. Ты же, это, дипломированный у нас лайф-коучинг, да, совершенно верно. Что за контора, в которой ты учился? Как она называется? Это Международная Академия Коучинга, VirtusCoach, да, называется столица, да, скажем так, этой компании, Дания, вообще, она родилась там, эта компания. Сейчас компании 8 лет исполнилось. И, кстати говоря, вот, если мы будем как-то ссылочками делиться с людьми, потом, да, можно поделиться, будет ссылкой на компанию. Вот. Ну, в общем. Да. Там сейчас бесплатный курс, вот, можно пройти, прослушать. Из нескольких вебинаров он состоит. Вот, то есть, базовые такие техники Коучинга. Вот. Классная контора. Там очень здорово работают, обучают, очень много практики, да. И вот эта теория, и потом, как у нас приходят, ну, так же в университетах, как учат, да, там, психологию ту же самую. В основном теория, она практика, а практики нет. И что это за психолог? Да, вот у нас как раз таки, вот, в этой Академии Виртуз Коучи, 80% практики, 20% теории. И вот поэтому я и уверенно могу сказать, да, что я профессиональный лайф-коуч, да, у меня диплом, я его заработал, потому что, ну, я сдавал экзамен. То есть, все это, как бы, серьезно, это не просто контора какая-то, да, с улицы. Вот. Такая вот компания. То есть, тебя там не завербовали, да? Это все нормально. Это же иностранный, так-то, субъект. Ну, иностранные шпионы меня не завербовали, а вот представителям компании, да, завербовали на нашей территории. Сейчас я на данный момент там прохожу определенное обучение. Отбор я прошел в представителя, и сейчас прохожу еще обучение, да, до конца. Именно, чтобы стать представителем полноценным. Вот. И, возможно, да, вот с этой компанией тоже будем сотрудничать как-то. Ты уже применял на практике, это что, ты получил какие-то знания? Да, у меня есть, не могу сказать, что наработанная прям база клиентов, да, но несколько клиентов есть. И они, слава богу, да, они появляются, потому что, ну, практика нужна и мне тоже, да, и, соответственно, желание помочь чем-то, да. Даже если человек после сессии нашей выйдет и скажет, там, ну, через месяц я ему позвоню и скажу, ну, как твои успехи, он скажет, знаете, я, ну, хотя бы я стал уже более радостнее, да. Я скажу, все, вот. Это вот первый шаг, да, самый такой сложный, да, это сдвинуться с мертвой точки, начать что-то делать. Это всегда самое сложное. Ну, видишь, многие люди просто заблуждаются, да, что человек пройдет какие-то, например, курсы, да, или посетит мастер-классы, или еще попадет какой-то семинар, что он достаточно приобретет каких-то навыков. На самом-то деле здесь нужен наставник, у каждого ученика должен быть свой наставник. И, соответственно, чтобы чего-то достичь, добиться каких-то результатов, конечно, это время, это работа над ошибками, да, когда наставник может тебе подсказать, куда двигаться в то или иное направление, скажем так. Ну, да, я вот про мастер-класс, да, скажу, наверное. Ну, вот, три вопроса, да, значит, да. Передача тебе будет. Ну, вот как раз я разработал мастер-класс для того, чтобы, ну, скажем так. То есть разработал, да, то есть? Да, это уже моя авторская, да, разработка непосредственно. И хочу предложить, да, его людям, да, заинтересованным в тем, тем, чтобы, например, если сейчас на данный момент у человека кризис какой-то, да, эмоциональный там, либо ценностный, да, вот он не знает, запутался в своих ценностях. Вот, то есть, может, он считает, что нужно ходить на работу, там, пять через два, с девяти до шести, после шести надо открывать бутылку пива, пить пиво, съесть, смотреть телевизор. Вот, может, он думает, что вот эта жизнь, это прекрасная жизнь, да. Слушайте, сейчас, потому что на самом деле он так не хочет, на самом деле он так не хочет, он это понял. Вот, и у него тупик, он не знает, как действовать, да. И вот здесь я как раз готов, для этого я разработал этот мастер-класс, на котором я покажу базовые инструменты, да, как выйти из этого тупика, да. Либо сейчас, с чем еще больше всего мы сталкиваемся, это нехватка времени, да, когда мы несемся, сломя голову, ну, у кого машина есть, тот на машину, у кого нет машины, на автобусную остановку, там, либо в такси, бежит, там, из одной работы на вторую, или с одной работы, там, за ребенком в садик, потом быстрее домой, там, готовить ужин, там, либо в магазин и так далее. А времени не хватает, ты хватаешь за голову и не понимаешь, как все успеть. Естественно, это все накапливается, да, это нас начинает угнетать, разрушать, ну, я это говорил чуть ранее, да, как это все работает. Вот, и вот тоже вот эти инструменты, управление временем, да, называли это, я их тоже про них расскажу. И в чем главная фишка этого мастер-класса, что это будет не просто теория, да, где я буду стоять и объяснять, это будет непосредственно работа, это будет практика, это сразу будет практика. Я в курсе, со скольки, ну, и скольки, скажем так, встречи или времени, то есть, да, сколько занимает это? Пока на данный момент мастер-класс рассчитан на 2-3 часа, пробный такой заезд, да, и при этом с домашним заданием и моей поддержкой на протяжении месяца. Когда ты проводишь мастер-класс, там, кому это интересно приходит, вы встречаетесь, общаетесь, это водная часть, на выходе, если людям интересно, они дальше уже, скажем так, они упают либо курс, либо, да, так. Либо они покупают курс потом, да, который уже направлен на конкретную работу с фичностью, индивидуальную сессию, да, индивидуальный коучинг, как это называется, вот, да, либо это мастер-класс, где люди попробовали фишки какие-то, да, управление временем, либо постановка целей, да, где они поняли вообще, в чем разница между, например, истинной целью ложной, да, между истинной ценностью и убеждением, например, да, отфильтровали вот это свое. И непосредственно я предлагаю домашнее задание, да, чтобы они это отрабатывали дальше, при этом я их поддерживаю, то есть на протяжении месяца они должны выполнять, да, потому что у нас привычка вообще, да, есть что-то новое, она формируется в протяжении 21 дня, это, в общем, установленный факт уже. Поэтому вот целый месяц, да, то есть на связи, если какие-то вопросы я помогаю, если там нет вопросов, просто мы поддерживаем обратную связь, да. То есть получается, да, получается, хорошо, делайте вот так, так, да, корректируем работу, если что. Вот, ну и непосредственно эта запись уже на долгосрочную перспективу, да, кому интересно, может развить какое-то в себе качество. Да, вот он считает, например, что ему не хватает спокойствия, да, вот ему нужно спокойствие, вот он вспыльчивый, да. Пожалуйста, я тоже здесь готов предложить определенные техники, мы попробуем, мы найдем технику, их много. Поэтому для каждого своя техника, и она найдется, да, как говорится, было бы желание. А как раз-таки с кем работать, да, вот я для этого есть, раз-таки, чтобы помочь, да, вот эти фишки, инструменты. Подгузники поменяли, да. Кстати, это реальная тема бывает, что человек, ну, не подгузники, а выплакаться в жилетку-то или вообще просто с кем-то поговорить, это реально не хватает. И тут, кстати, хороший комментарий, да, и вот расскажу, чтобы люди сразу не заблуждались в том, что коучинг, да, и вот психология, да, вот коуч, консультант, который, да, и консультант-психолог. Это разные вещи. Значит, я не буду говорить конкретно, что делает психолог, да, потому что, ну, я не являюсь психологом-консультантом, и чтобы никого вдруг там не запутать тоже, да, не могу стопроцентно сказать правильно. А коуч – это тот, кто направляет, задает правильные вопросы. И вообще коучинг, в принципе, считается, да, лайф-коучинг – это искусство задавать правильные вопросы. Вот, и непосредственно вот этим я и занимаюсь, да, вот у меня есть сейчас несколько клиентов, как раз у нас на этой неделе назначена сессия с клиентом на завтра даже вечером, где он будет рассказывать, как он выполнил домашние задания. Вот, то есть у нас прошел месяц, и вот как раз завтра отчетная такая встреча. Вот, и тут никто не будет насильно заставлять, либо наседать как-то, да, потому что, в первую очередь, нужно человеку. Если человек понимает, что он не может, либо по каким-то причинам не тянет, да, то, наверное, ну, надо либо подумать еще 10 раз, да, потому что за него никто делать не будет в этой жизни ничего. И тут, наверное, ну, пора понимать, что, ну, все-таки ты сам отвечаешь за себя. Слушай, у меня так получается, что все же хотят быстро и сейчас получить ресерс. Да, да, да. Работать-то никто не хочет. Работать никто не хочет. Но ведь форма успеха – это каждодневный труд. Да. Я полно согласен. То есть ты потихонечку приучаешь к труду? Да, все равно, знаете, это великие педагогические даже системы, Макаренко и так далее, да, что тоже через труд, полезный труд. И здесь тоже, ну, если человек не хочет делать ничего, просто он сел дома, да, например, и вот, как некоторые коучи, лже-коучи, да, и лже-консультанты на своих тренингах рассказывают, что, ну, вот, позитивное мышление, да, я упоминал, вы просто думайте, визуализируйте цель, да, вот, сел человек дома перед телеком, шаверму кушает и смотрит в каменде-клап, да, и такой, думаю, ох, лимузин, такой черный, хороший лимузин хочу. Слушай, мечтать-то приятнее получается. Да, мечтать-то приятнее, но этого никогда не будет, да, потому что ты сел, ты зачем сейчас только что это за мостальную мечту? А, ну, как бы надо, да, иногда правда она горькая, и тут уже ничего не поделаешь. Да-да-да, ты мне сейчас, кстати, напомнил, как-то ездил я на Фоэм, выступал. Каких феноменов только я не видел, один товарищ считал себя ангелом, вот, он лежал как-то в больничке, то есть весь переломанный, и он решил поесть твердой пищей мясо, и, в общем, за ночь нарастил себе скелет. И вот эту дичь он втирает в людей. Как это так, да. Ну, как, ты бы видел, сколько собралось людей, и они реально верят, что он ангел. Не, ну, я, конечно, такой уже... То есть ты приземленный, да, будешь? Ну, да, я себя не считаю ангелом, да, я не считаю себя Богом, и нет такого... Я тебе рассказал, что только что ты про маленькую дичь так читает. Да, нет, дичь много в нашем мире сейчас, особенно сейчас, потому что люди заражаются каким-то делом, да, в хорошем смысле слова. Ну, кто-то пробует так, да, кто-то делает себя ангелом. Ну, хорошо, я за него счастлив, если у него это работает, он себя реализует. Я за него счастлив, искренне счастлив, он молодец в этом случае, да. А остальные люди, ну, мы поверили, как бы, если верите, ну, хорошо, ну, ладно. Это ваше право, да. Я к тому, что, видишь, почему так я отошел, как говорится, от темы, да, что люди действительно хотят быстро и сейчас... Быстро и сейчас, чтобы волшебный. Кто-то дал какую-то волшебную пилюлю, и все, как бы, нормализовалось. Ну, вот тут в пику вспомнить, как вы сказали, о потребности, да, что все-таки, когда появляется потребность, тогда человек придет. А у людей, на самом деле, эти потребности, они есть всегда. Да, просто не каждый, вот тут, не знаю, лень или что это, да, не каждый готов в этом признаться, к сожалению, себе, да. И, ну, вот кто-то считает, что в 40 лет, да, например, заняться там спортом, бегать, например, да, или там пойти на кикбоксинг или тайский бокс, то же самое, да, поздно. Ну, типа, ой, там уже 40 лет, наверное, сердечко, там, или все, что-нибудь там легкие, там, а я курю, там, ну, да, например, мужчина рассуждает, да. Просто знаю даже такой случай. Да, у него просто времени нет, так сказать. Да, или нет времени. Ну, как правило, это ложь, да, просто человеку в этой лжи, ну, комфортно, вот. Тогда, да, естественно, мы не будем здесь говорить, успокойся, это все неправильно, пошли со мной, я тебе все покажу. Нет, так это не работает, да, человеку нельзя все равно дать то, что он не хочет принимать. Нельзя, это невозможно. Ну, может просто не хватить емкости еще до этого. Да, или как, вот опять философ, восточная, да, философия. Даже вот в фильмах Джеки Чана, по-моему, показывали это. Сейчас вот вспомню. Фильм не помню, но, в общем, было так, что мудрец наливает чашу там воды, да, а ученик говорит, ну, когда мы уже начнем приемы-то изучать, а он там стоит, вот там в стойке, второй день подряд, говорит, когда приемы-то изучать будем? А он ему, мудрец, ему показывает чашу, говорит, вот смотри, вот это ты. Вот. Говорит, куда я буду наливать сейчас? Да, вот. Вылий, освободите чашу, да, освободи. И все, и тогда пойдет. Потому что много информации сейчас, и люди не умеют тоже ее правильно использовать, правильно разделять, вычленять основное, да. А в наше время, век информации, это очень важное умение, да. Потому что, ну, мы сейчас засоряем просто сам мозг. И, а это накладывает отпечатки те или иные в поведение. А что зря, типа? Это приземлит, да, этот вопрос. Ну, да, то есть, получается, обычному работнику нашей фабрики, вот так, Винниградской атмосферной станции, что конкретно ты можешь дать? Ну, вот конкретно, то есть, вот, Иван, да простят меня все Иваны. Что конкретно ты можешь ему дать? То есть, вот, он ходит, так что он встает с утра, если курит, то он успевает выкурить, сесть в машину, постоять, там, 30, а то и бывает и час в пробке, и доехать до работы, там, провести 8, там, или сколько-то часов, вернуться обратно, да, то есть, включить телевизор, там, что-то жена приготовить, с ней немножко пообщаться, вот, и идти дальше спать. Что ты ему можешь предложить? Ну, если его устраивает, да, так называемого Ивана. Нет, ну, смотри, мы говорим о том, что Иван, он бы хотел, он готов, как бы, да, то есть, но еще не до конца понимает, что ему делать и нужно ли ему это делать, да, то есть, понял. Как вы вообще должны, почему вы должны прийти, скажем так? Если я правильно, да, понял вопрос, тогда начну с того, как строится сессия индивидуальная вообще с клиентом. Не-не, потому что потребность Ивов в том, что про запрос, да. То есть, во-первых, на первой встрече, да, это, как правило, встреча, где мы выясняем как раз цель клиента, да, что он хочет, что он хочет вообще. То есть, чтобы выяснить, смотри, что ты, прежде чем, ну, как сказать, хочешь узнать потребности, да, спроси у человека, то есть я в плане того, что не то, что он у тебя здесь сейчас находится, то есть в плане того, что такое должно случиться, чтобы он должен созреть и перейти хотя бы на первое занятие, да, чтобы поделиться, то есть, что должно у него произойти. Ну, если чтобы он пришел, да, чтобы он заинтересовался, ну, у него должно возникнуть такое желание. А желание у него возникнет, если он увидит то, что, может быть, он не знал, но в глубине души он хотел. Ну, смотри, вот у меня очень много знакомых, есть и даже девчонки, которые, то есть, стандартные, проблемы у всех стандартные, 90%. Не хватает времени. Ну, вот, не хватает времени, да. Значит, что здесь я могу предложить? Почему они должны вот именно прийти на первое занятие, да, ты коуч, отлично. Почему они должны прийти? То есть, вот, хотя потребность есть. То есть, они каждый день, или... То есть, почему, когда, вот, друзья, да, друзья какие-то там приходят, там, собираемся, общаемся, или вообще где-то так вот по жизни, с кем-нибудь начинаешь общаться, основной запрос, слушай, не хватает времени, и, как обычно, недоволен жительной ситуацией. Я понял. Хорошо. Ну, тогда здесь, что мы можем сделать? Первое. Мы распределяем все дела, которые человек делает. То есть, наводим порядок, в первую очередь, с его делами. То есть, конкретно все. От начала, от похода в туалет даже записываем все, что он делает. То есть, это такой своего рода дневник дел. Это первый инструмент, да, с которым уже нужно будет работать. А второе, это такая штука, называется «Пирог жизни». Ну, многие, ну, коучи, психологи, они с этим 100% знакомы. Даже, может быть, многие люди, которые посещали какие-то тренинги, тоже с ними знакомы. То есть, мы составляем тоже сферы, да, которые наиболее важны для человека. То есть, с нехваткой времени как можно работать? Проранжировать его проблемы, да, то есть, непосредственно на этом мастер-классе я вот и буду давать эти инструменты, давать эти фишки, которые люди будут сразу прямо здесь и сейчас пробовать, применять. А потом с моего мастер-класса они могут это унести с собой и работать уже дальше, да, по этим фишкам, по этим шаблонам уже, которые будут даны. Вот. И может быть, а как правило, так оно и есть, да, очень бывает много лишних дел, которые не важные, да, например, но срочные. То есть, это, например, вот на работе, просто, ну, допустим, Зина попросила Люду за нее сходить к начальнику, подписать документ. Неважное дело для Люды, это неважное дело, но срочное, потому что Зина говорит, Люда, срочно, надо, в пять минут, мне надо бежать, я не успеваю, сбегай, пожалуйста, да. Это для Люды, это неважно, но срочно. Вот это дело мы можем выкинуть, да, потому что, получается, это нами манипулирует в этом случае, да, мы можем отказать. И будем правы. Вот, потому что зачем нам тратить время, тратить свою частичку жизни, да, ну, ради благостной цели, да, как бы помочь другу. Хорошо, если у тебя есть цель, но тебе не хватает времени, тогда нужно выбирать, ты либо хочешь помочь другу, либо достигнуть своей цели, да, это, опять же, мы будем работать с расстановкой приоритетов на этом мастер-классе. Давай покороче скажем. Значит, мне просто фраза есть. Готовы уже дам, дам, дам. Ну, надо, значит, очень просто. Никогда не позволяйте другим людям использовать ваше время. На первое, да. Вот, но для того, чтобы у вас появилось время, начните использовать время других людей. Да, хорошая. Формула простая. Хорошая фраза, да, очень хорошая. Она бьющая, куда надо. То есть, хотите вечно не успевать, дайте возможность другим людям восходиться ваше время. Хотите успевать быть везде, где вы захотите, тогда нагрузите других людей. Обычная схема. Вот, да, тут сто процентов согласен. И вот, мне показалось даже в тему, вот сейчас, у меня мастер-класс как раз называется «24 часа, чтобы жить». Вот. Я теперь сейчас опять скажу фразу. Готовлю, конечно, если что-то руки не доходят. Хочу, вся суть сводится к чему? У человека существует один день. У меня нет прошлого. У меня нет будущего. Потому что прошлое уже было, то есть, его не вернешь. А будущего нет, потому что он еще не наступил. Есть один день. То есть, неважно в каком возрасте. Будь это ребенок, взрослый мужчина, или там бабушка, дедушка. То есть, он должен... Как он использует этот день? Да, то есть, это и есть его капитал. То есть, как ты распоряжаешься капиталом? То есть, то у тебя и получается. У меня просто знакомые, друзья, да, то есть, они, например, делают выбор в плане отдыха. Да, то есть, я, например, вечером прихожу и пытаюсь чего-то там, я не знаю, хотя бы найти время немножко почитать книгу. Да, в основном, я чем-то занят регулярно. Не знаю, иногда хватает времени для того, чтобы хотя бы один совет в жизни дать своему ребенку в день. То есть, вот, для этого мне хватает. Плюс, за счет того, что я чего-то делаю, на своей примерке я показываю, что я не сижу просто так в телевизоре, а что-то делаю. Когда ребенок это видит, он все-таки копирует. Я заметил, что мои дети где-то что-то копируют. Ну, это так. Это, на самом деле, даже не грустно. Ну, вот, видите, Михаил, да, вы понимаете это. Так я шесть раз, представляешь, я тут посчитал, оказывается, я в этом году шесть раз куда-то ездил. В смысле, отдыхать? Или по-русски? Ну, не только отдыхать. Не, отдыхать всегда нужно тоже. А, не просто отдыхать, совмещал и отдых, и где-то была работа, то есть, все по чуть-чуть, и все мы знаем, да, что если работа нравится, да, она любимая, это тоже отчасти отдых. Да, это тут тоже гадалки не надо ходить, все об этом знают. Но только делают это 2% всего населения в мире. Да, потому что, ну, вот, допустим, человек работает грузчиком, ему это не нравится, да, он себе срывает спину каждый месяц, в 45 у него установлен фондроз, у него не может ходить потом, да, и инвалидную поляску постепенно идет. А что он может сделать, да? Например, он говорит, вот я сталкивался, кстати, тоже уже с таким примерно же клиентом, да, он говорит, а что я могу сделать, мне надо зарабатывать деньги для семьи. Говорит, ну, жена работает, да, ну, я основной заработок приношу, и что мне делать? Говорит, как, я работу брошу, что ли? Ну, хорошо, не бросай, но через, боюсь, что тебе осталось лет 5, а потом ты не сможешь работать вообще, и будет жена тянуть тогда, или что? Тут встает выбор, что делать-то в итоге, да? Человек, просто, да, говорим, условно говоря, простые банальные вещи, как обычно нам отвечают. Да? Это банальная вещь, на самом деле банальная. А жизнь просто тоже, ну, не нужно усложнять, да, жизнь не нужно усложнять. Всегда найдется ситуация, которая и так усложнит жизнь нам, да, просто другое дело, как мы к этому отнещаемся. Мы воспримем это как тяжелейшее испытание, которое нам стоит, пройти, или мы воспримем это как шанс за что-то уцепиться, да, и тут уже разница в подходе. Если мы воспримем как это испытание, которое нам послали свыше, это в наказание там за что-то, или просто это испытание, которое нужно пройти, но очень сложное. мы уже себя настроили, что это будет сложно, это будет тяжело. А когда мы думаем, что это шанс, за который мы ухватимся, и что может быть здесь, я, допустим, не получу какую-то материальную, может, выгоду, да, но я получу опыт, а да, а сейчас век информации, да, не надо об этом забывать. Знание, опыт ценится больше всего. и это даст потом перспективу, лет через пять может это выстрелить, но это даст огромный заряд, да, и тут разница в подходе. Слушай, сегодня ты заговорил, хоть у нас в самом начале была повеселее, конечно, передача, а сейчас грустно, почерпываю. Зажившись, когда начинают говорить, действительно, это суверные вещи, потому что это касается многих людей. сегодня такая была ситуация. Мужичок, чтоб ты понимал, зашел я в карусель, выхожу из карусели, там паренек стоит без ноги и просит, ну чтоб ты понимал, где-то может быть там 35-38, блядь, просит там подкинуть деньги. Сказал мне нет. Ну чтоб ты понимал, я чувствую угрызения совести у меня нету в этом отношении. Почему? Потому что у меня есть друг, у которого нету палец в руке, и, соответственно, он что-то делает. О чем мы говорим, да? Поэтому, когда говорят, почему ты такой где-то жесткий, я просто понимаю, что человек может что-то делать. он просто, скажем так, выбрал свой путь просто там стоять, стоять на улице и ему все равно на то, что он ему подумает, хотя он в целом физически сильный, то есть я понимаю, что не хватает одной конечности, но это не повод, скажем так, стоять там на улице. Да, ну и у нас в государстве тоже, ну он уже внуло в этом плане вперед, у нас инвалидов принимают на работу, у нас можно работать, и в инвалидной коляске можно тоже работать, у нас есть все эти места, на работе, на предприятиях выделяется квота определенная, потому что законодательно сейчас это должно быть так, что человек, если он инвалид, он ограничен возможности здоровья, правильно это называется, вообще, он имеет право работать, ему это никто не запрещает, другое дело возьмет его на этот шанс опять же, да, и как бы жестко это не звучало, да, мне тоже, вот, я один раз вот учился, ну когда в Питере учился, значит, пару лет назад в университете, иду в спар, домой уже, еду в учрежитие, вот, значит, лежит пьяный, да, грязный, вот, бомж, не знаю, может не бомж, может просто запил, там, за гул ушел, и там, я не знаю, потерялся, ну всяко бывает в жизни, да, тоже, виноватить, как бы, тоже, не нашли, человек сам себя, если, 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 не болен, то человек сам себя довел, да, вот, что я сделал, да, вот, тоже, и там, лежали, ну вот это тоже, шапочка, да, что, подкинуть, можно, от похмеления, там, не знаю, ты забрал мне деньги, нет, пошел, купил хлеба, я позвонил, в общем, я просто не знал, номера вот этих служб, а преподавательница у меня, она работала в центре социального обслуживания инвалидов, вот, и она как раз занималась еще, она была волонтером, чтобы вы понимали, женщина, первая группа инвалидности, она слабо уходит, с крюкой, правда, да, еле-еле передвигается, уже за 60 ей, при этом она работает, и она еще и волонтер, в этом, в ночлежке, это для бездомных, в общем, вместо, да, вот, я позвонил ей, она мне скинула номер, вот, я когда разбудил этого человека, я начал набирать, ты зачем его разбудил? не, нет, я просто начал переживать, на самом деле, чисто по-человечески, вот, начал переживать за это, я говорю, ну, как дела, как вообще здоровье, ну, не так, конечно, да, в общем, я говорю, все нормально, что случилось, да, я вызвал, говорю, социальный такси сейчас приедет, ну, естественно, в ответ я что получил, я был постом, ты зачем разбудил, я же тебе не знаю, что сказал, зачем разводил? куда меня никогда в жизни не посылали? слушай, не знаю, я бы прикололся бы там, выпей бы у него сдачу бы, сходил бы ему, там, не знаю, пакет молока бы купил, слушай, я тогда разменял тебе на товар, ну, в общем, можно бы по-разному действовать, естественно, да, слушай, так вопрос сразу же, то есть, когда мы жалеем других людей, делаем ли мы хорошо, то есть, понимаешь, вот, фишка-то в чём, вот он лежит там, временем в вагон, чётко, и, скажем так, мы сами способствуем, вот, там, все люди, которые помогают ему, кидают, сколько там получится, они кидают эту денежку, в надежде, хоть как бы, помочь ему, да, но, фактически, сами люди делают, но хуже, да, вот я вообще считаю, сторонник того, что нечего помогать кому-то, либо это делает более слабым человеком. Да, вот тут я согласен, да, ну, не то, что жалость, это плохое качество какое-то, вообще, да, в принципе, нет, почему, жалость бывает разная, начнём с этого, да, не будем сильно углубляться, тоже в эти понятия, но жалеть прямо, да, и говорить, да, он этот, он пьющий, давай, не будем его трогать, там, давай денег ему дадим, или, как часто бывает, это у родственников, есть другой родственник, алкоголик, алкоголезависимый, да, он не хочет ехать там лечиться, а семья страдает, да, там, и их избивают, муж, вот этот алкаш, например, да, ну, ситуации куча разных, да, особенно вот это насилие в семье, оно очень распространено у нас тоже в России, к сожалению, вот, и жалеть, нет, жалеть нельзя, вот, вот, в этом случае, да, а вот предложить помощь, да, ещё раз, например, да, предложить можно, ну, как бы тут и для очистки совести, даже если у кого-то угрызение совести мучает, например, что он прошёл мимо, да, предложи помощь, если он отказался, ну, ты хотя бы попытался. Ну, это, кстати, очень интересная такая формула, скажем так, что ты не просто прошёл, да, то есть, хотя бы предложил свою помощь, да, да, это было бы правильнее, скажем так, тем просто дать человеку ференции, откупиться от Ивана, опять же, да, про всех не все ерунда, а так в итоге, да, мы ничего хорошему человеку не даём, да, он ничего, он понимает, что ему деньги дают, ему прекрасно, может пойти дальше, пить свой боярышник, там, или что он пьёт, да, если ему хорошо. Ты осведомлён, да, то есть, что не пьют? Да, осведомлён. Ладно, не покупал точно, не покупал. Пробовал? Нет, образование просто такое было. Не позволяет образование, да? Нет, образование такое, что я осведомлён об этих людях и организациях той же самой ночлежки, центрах социального обслуживания, потому что по первому образованию я социальный работник вообще с молодёжью, вот, но это как раз, да, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, то есть, ну, любая, да, алкоголики, может быть, это просто у кого, ну, кризис, он не знает, что делать, куда податься его влезь работы, да, ну, всякие разные ситуации, вот. Слушай, тут вот, да, кризис бывает разный на самом-то деле, и помнишь, тут была такая очень жуткая новость, что мамочка там, да, выпрыгнула из, не знаю, девятого, десятого этажа. У нас там было, что-то было летом. Да, да, было случилось. Представляешь, какие вот есть ситуации, что люди сами себя доводят, я сейчас, кстати, к чему, люди себя доводят до той точки, что уже... точка невозврата. Точка невозврата. И ты правильно сказал в самом начале, что на самом-то деле это не зазорно обратиться с какой-то проблемой специалистом, да, и если действительно человек хочет изменить что-то в своей жизни, может быть, надо изменить подход, стандартный подход, то есть вот стандартный подход, который был раньше, он сейчас уже не работает, да, то есть совершенно ты прав в плане того, что нужны и лайфхоучи, и психологи, то есть нужны вообще все, да, для того, чтобы, да, решить у людей различные проблемы, чтобы решить все проблемы человека, да, то есть тут надо в совокутости подходить и работать различным специалистам, и ничего тут зазорного нету для того, чтобы обратиться. Я честно скажу, что вот когда мы ходили к психологу, да, ну ты знаешь, вот на таких вот сеансах ты что-то проговариваешь, проговариваешь свою проблему, и соответственно тебе легче, потому что ты договариваешься, то есть это вот один из таких положительных моментов на любых, там, мастер-классах, встречах, опять же, входы к психологу, да, это один из способов. Да, на самом деле это самый такой житейский, да, способ, такой простой, но в большинстве моментов он эффективный, да, вот это выговорится. Вот, мы же часто это делаем, просто не всегда мы придаем этому такое значение, да, когда мы идем к психологу, мы немножко уже уровень поднимаем, да, а когда мы выговариваемся, например, ну на той же кухне, там, за бокалом вина, да, это немножко по-другому происходит, вот, но при этом тоже становится, легче немножко, но бывает, что зачастую этого не хватает, просто смысл, например, вот, возьмем алкоголика, например, нам понравилось сегодня, видимо, это тема. просто, просто, знаешь, такое ощущение, что, да, большинство пьющих людей просто племнуло, к экрану и сейчас смотрят. Если будет Иван, то спросите, пожалуйста. Ну, например, человек говорит, мне надоело пить. Все, не могу. Например, хочу боярышник поменять на что-нибудь другое. Или пью, но не могу бросить пить. Пришло осознание, что это разрушает, пришло осознание. И вот, допустим, встречается с друзьями в гараже за бутылочкой водки или чего-то другого, и выговаривается, говорит, ребята, все, я пить больше не буду. И при этом берет рюмку-другую. Ну окей, он выгорелся, он рассказал о своей проблеме. И так проходит раз за разом, год за годом. Через пять лет мы можем встретить этого человека, уже лежащего просто на улице без жилья. Потому что он благополучно продал все, что у него было. И вот как раз в этом моменте уже выговаривание, оно не работает. Тут, конечно, не всегда коучи уже помогут. Тут уже, наверное, все-таки в центр надо обращаться специализированный. Вот. Ну и мы тоже с этим работаем, да? Life Coaching тоже с этим работают. Вопрос такой, какова ценность, ценность жизни этого человека? Ценность? Да. Если, ну, есть ли ценность жизни этого человека, то есть для общества. А по какому же колену оцениваем ценность? Ну смотри, мы все понимаем, что человек довел себя сам до, скажем так, и большинство людей, скажем так, ну вообще, чаши проблемы не особо интересуют. Вот. Я к чему? Какова ценность данного индивидуума, который так вот просто сам себе довел? Ну нуждается ли, такой коварный вопрос, нуждается ли общество в этом данном индивидууме? Да. Ну вопрос, на самом деле, хороший. Хороший, да. Тут у нас, как бы, борется, скажем так, и дьявол-ангел сразу в человеке, да? Потому что, с одной стороны, как бы, ну вот он алкоголик и он ничего хорошего не делает, да? С другой стороны, чем он может хорошим послужить, даже несмотря на то, что он такую роль играет, да? А это все равно это роль. Это маска, которую человек надевает. На него смотрят другие, да? Он является примером. То есть это театрализованное представление. А вот я как раз веду, это театрализованное представление, да? Кто-то на него посмотрит и подумает, господи, ужас какой. Да? Я так и не хочу быть, да? И, может быть, это ребенок, который посмотрит и, ну, может быть, он плюнет в его сторону. Может быть, он просто скажет, мама, а что это за человек? А мама ему скажет, это вот человек, у которого себя вот так вот нельзя, в общем, да? Он запомнит, потому что, ну, дети, они, картинки очень хорошо, да, запоминают вообще визуализация у них работает от и до, вот. И поэтому он может хотя бы служить примером, как не надо. То есть, подожди, подожди, получается, что... Так, сейчас скажу. Данные особи нужны нам, да? Нет, в общем, смотри, что получается. Такие примеры общественным нужны. Конечно. Значит... Ничего не надо менять? Нет, значит, они будут всегда, да? И тут, ну, говорить о том, что вот все исправятся, мы сами знаем, что так не бывает. Мы говорили об этом, да, ранее, что когда у человека появляется запрос, ну, потребность, да, он идет. А если он не появляется, он не будет идти, он будет тебя разрушать до самого дна, да? Поэтому такие люди будут всегда. И поэтому, да, всегда будут такие примеры. Для кого-то они будут положительные, для кого-то отрицательные. Получается, что такие люди нужны, если есть запрос у самого человека, да, то есть, перескочить из той ступени существования, или там, с той базы, на которой он сейчас находится, там, да, в другую плоскость, скажем так, перейти, тогда он имеет все шансы, да, то есть жизнь ему даст возможность для того, чтобы перейти в другое, скажем так, состояние, там, да? Даже из такого состояния, да, перейти, например, в трезвого человека, здорового человека, там, да, хотя бы для начала, то есть можно. Ну, я думаю, ну, во-первых, все и так, я думаю, читали когда-либо, либо видели, слышали, смотрели в интернете и так далее. Может, у кого-то это родственник, у кого-то знакомый, мы все, да, через несколько руководителей знакомых, и считается, что, например, вот человек запойный, да, вообще, да, а потом все, появилась потребность, да. Насильно, даже если его будут обкалывать каким-то средством, да, которое будет вызывать сумасшедший синдром, вот это, там, встинентное, да, отвыкание, нет, это все равно не поможет. В сознании-то останется тоже, что алкоголь нужен, у него останется в сознании, да, а вот если у него появилась потребность, значит, в сознании происходит сдвиг вот этого, вот этой плиты. Слушай, а государство как может повлиять на это? Как государство может повлиять? Да, да, ну, скажем так, сейчас, ну, то есть, смотри, я к чему, государство заинтересовано в том, чтобы у него было как можно больше здоровых людей, или все-таки на этом государство просто зарабатывает деньги и все его устраивает? Я к чему, дело в том, что зарабатывание денег на пьющих людях, да, то есть, имеет как положительный эффект, так и отрицательный. Есть положительный эффект, ну, да, возьмем финансово, там, да, естественно, совершать какие-то продажи, платят за налоги, да, то есть, работают люди, работают станки, то есть, вроде бы, круговорот денег природы есть. Ну, опять же, в результате любого пьянства, там, да, то есть, понятно, что тихий, там, может быть, бомж, да, то есть, он, скажем так, не принесет большого вреда, да, то есть, а в результате выпивки в семьях происходит разлад, да, и вообще в целом в компании бывают и драки, и вплоть до поножевщины, да. То на выходе получается, что вот те плюсы, которые приобретает государство от реализации, то есть, ну, от того, что выдает акцизы, там, да, приобретают, то есть большой минус. С точки зрения экономического эффекта и в плане того, что на производительности людей пьющий человек, особенно после длительного забоя, это не работник. Мы все понимаем, то есть, возрастает степень травматизма на работе, вот, поэтому... Да, иммунная система ослабевает, там, и так далее, там. Как считаешь, государство должно принять какое-то решение в плане того, чтобы начать регулировать не в тех объемах, которые сейчас продаются, там, да, то есть, хотя бы уменьшить? Ну, государство вообще регулирует это, да? Ну, смотри, ты сейчас пытаешься решить то, что в целом где-то должно решать государство. Нет, я не пытаюсь решить эту проблему, да, я знаю, что один человек это понять не может, это комплексная работа, да, и, естественно, это, если мы говорим о алкоголе, там, и так далее, о таких веществах, то это явно тут государственная работа. Да, да, смотри. Регулирование-то происходит. Да. Второе, да, из-за отбона, там, с 22 до 9, там, если сколько, да, вот эти часто. Ну, время, когда заканчивается продажа вот этого, нелегально только начинается, да? Вводят же, тоже регулирование происходит, происходит, да? Они что-то делают. Плюс, если я не ошибаюсь, то до сих пор идет такая система, внедряется, да? И они говорят иногда, что культура умеренного питья, умеренного употребления алкоголя. То есть иногда разрешаем вам, господа. Вот оно регулирование. Плюс со своей колокольни уже начинаю говорить, если про школу, патриотическое воспитание. Есть программа 2016-2020 года. Классная программа, и каждый может с ней ознакомиться. Там все это прописано, с точки зрения ценностей, и патриотизма, и воспитательные какие-то вещи. То есть начиная с малых лет, если мы внедряем в сознание детей правильные ценности, то у нас не будет проблем потом с алкоголизмом, и с домашним насилием, и насилием в принципе, и преступностью. У нас не будет таких проблем. То есть тут можно даже не бороться с корпорацией, которые продают алкоголь. Потому что, ну, две стороны медали, да, тут понятные все. А вот менять ценности, воспитывать детей по-другому, да, потому что государство это увидело, что в 90-х и так далее, ну, мы потеряли эту систему, да. Сейчас заново это строится, выстраивается. Уже пошла работа, она бедна. Она бедна, и детьми занялись очень сильные, мощные, масштабные. Мне это очень нравится. То есть стали одевать военную форму? Да, ну, при чем это делать военную форму? Нет, начали проводить... Вот чаще все попадает на ютубе, да? Ну, надо правильный вид смотреть, что вы смотрите про военную форму, да, я не знаю. Я вот, мне не попадается. Мне не попадается. Ну, в общем, да, к чему говорю, что нужна профилактическая работа, в первую очередь, да, всегда у нас, что мы можем, это профилактика, да, это как вот ребенок там закурил, ну, папа говорит, не кури, а сам курит, да, и что? Да, ребенок такой, ну, ладно, хорошо, подожду, когда я буду, да, постарше, ладно, закурю, папа же курит, правильно, а дети смотрят на родителей, как ни крути. Вот вы правильно сказали, что подаете своему ребенку правильный пример, это очень правильно. И вот я за, чтобы, да, взрослые люди тоже об этом думали, да, и помнили, что они пример подают детям, да, потому что все, что мы видим, да, мы копируем. Даже взрослые люди берут примеры с других. Ну, да. Очень интересно. Я крушу и заметно, что преподаватели, да, то есть они очень сильно цепляют, скажем так, изменения какие-то у преподавателя происходят благодаря тому, что они общаются с детьми. И это тоже. Это очень сильно кажется. Это, вот как у меня говорила моя преподавательница по истории, вот, очень хорошая вещь, да, что, ну, не надо бояться ошибиться, ну, когда с детьми ведешь урок, да, потому что, говорит, и я учусь с вами вместе тоже, да, то есть вы меня чему-то учите. Ну, вот, и сейчас тоже я могу детям сказать с удовольствием, да, чтобы, и вы меня тоже учите каким-то вещам, которых я уже не знаю. Потому что, да, сейчас дети меняются, вот, фу, 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 да, не успеваешь заметить даже, очень быстро происходит. Ну, вот это, да, мир весь, гаджеты, все это, да, цифровое образование, как министр образования сейчас говорит, все это меняется с сумасшедшей скоростью. И зачастую уже, вот, я молодой, да, и я, может, где-то уже не успеваю, не говоря уже о старших коллегах. Ну, вот, поэтому нужно заниматься профилактической работой. Вот, если мы говорим о каких-то масштабных вещах, то это профилактическая работа должна вестись огромными масштабами, начиная вот с детей, да. Да, с шести лет на семье. Так, ну что, хотел бы спросить о твоем развитии, да, как, вот, что, ну, следующий этап твоего развития, да, то есть, как ты, каким ты себя видишь в будущем, то есть, какие ты пытаешься, ну, планы реализовать, то есть, твое будущее. Ну, если говорить о профессиональном развитии, да, например, то в дальнейшем у меня самые большие амбиции, это директор школы, например, да. Нет, нормально, почему? А, может быть, в дальнейшем, потом дальше, там уже, не, там не через 5-10, там, а через 30-35, там, например... Министр образования. Министр образования. Просто... Почему нет? Да, я здесь бывал, ты сегодня спрашивал, там, будешь там министром образования? Так далеко не, да, не знаю, я, ну, кстати, холостая о девчонках, вот, зря, наверное, рассказал, или нет, да, ты же тоже холостой. Да. Все, отлично. Вот, вот, вот и так вот сошлись судьбы, да, на нашей передаче. Вот, ну, и, а если по части коучинга, да, то вообще, в идеале, конечно, я хочу именно создать здесь вот ту систему в городе у нас коучинга, да, чтобы это распространилось, да, то есть, ну, и... Я себя считаю идейным человеком просто, да, идея мной движет, я готов за идею работать.